Я стала намного счастливее, когда умерла. Точнее говоря, исчезла. А скоро буду считаться мёртвой, убитой. И мой ленивый, лживый, неверный, равнодушный муж отправится в тюрьму за моё убийство. Он отнял у меня моё достоинство, мою гордость, мои надежды, мои деньги. Он брал и брал у меня, пока я совсем не перестала существовать. Это убийство. Так пусть же наказание соответствует преступлению. Чтобы инсценировать убийство, нужен очень чёткий план. Ты заводишь знакомство с соседкой-психопаткой и выслушиваешь унылые подробности её жизни. Затем пичкаешь её страшными историями про суровый нрав своего супруга. Тайно создаёшь финансовые проблемы, кредитные карточки, возможно, азартные игры онлайн. При помощи ничего не подозревающего супруга тайно увеличиваешь свою страховку. Покупаешь себе машину для побега через интернет, самую обычную, за наличные. Нужно создать особый образ. Так, чтобы тебя оплакивали как можно сильнее, а все просто обожают беременных. Как будто так сложно раздвинуть ноги. Знаете, что на самом деле сложно? Симулировать беременность. Прежде всего, ты выкачиваешь воду из бачка унитаза. Приглашаешь к себе в гости беременную дуру и накачиваешь её лимонадом. Крадёшь мочу беременной дуры. Вуаля, беременность записана в твою медицинскую карту. Наступает день годовщины свадьбы. Ты ждёшь, пока твой наивный муж уедет по делам. Он уезжает, часики тикают. Надо инсценировать место преступления. Нужно пролить кровь. Много крови. Кровь, как из раны в голове. Кровь, как на месте преступления. А потом это всё убрать. Но только очень плохо, так как бы это сделал твой муж. Кровь и уборка. Уборка и кровь. И ещё кое-что. Надо что-то оставить. Огонь в камине. В июле. Но так как ты, это ты, ты на этом не останавливаешься. Тебе нужно как минимум 300 записей в своём личном дневнике про счастливых Ника и Эми. Про ваше сказочное начало. А ведь всё правда так и начиналось. Всё было прекрасно. Всё так и было. И это очень и очень важно. Надо, чтобы Ника и Эми получились очень милыми. А после этого ты придумываешь. Добавляешь страхи, угрозы, оскорбления, угрозы расправой. А Ника считал писателем себя. Сжигаешь дневник только не до конца, так, чтобы копы нашли его. Ну и, конечно, игра в поиск сокровищ. И если я сделаю всё правильно, мир будет ненавидеть Ника Дана за убийство милой беременной женщины. И после всеобщего возмущения я отправлюсь к воде с горстью таблеток и карманами, набитыми камнями. И тогда весь мир узнает о том, что Ника Дан избавился от своей любимой, как от ненужного хлама. И её тело несла вода, мимо всех остальных, пострадавших от насилия нелюбимых женщин. А затем Ник тоже умрёт. Ник и Эми перестанут существовать. Хотя, с другой стороны, их вовсе никогда и не было. Ник любил девушку, которой я притворялась.